В эфир Фридома возвращается команда СЛМ Новостей, Сергей Ерёвенко, Анастасия Мазур в студии. Мы продолжаем. Президент Грузии Саламезу Рабишвили, выступая 26 мая в день главного национального праздника Дня Независимости на площади свободы в Тбилиси, где состоялась церемония принесения военной присяги новобранцами, заявила, что над Грузией нависла тень России. Именно поэтому сейчас необходимо партнерство и сближение с США и Европой для сохранения независимости и мира. А грузинский премьер-министр Ираклий Кабахидзе в соцсети X, он же бывший твиттер, заявил, что Грузия хочет стать членом Европейского Союза до 2030 года вместе с Южной Осетией и Абхазией, которая находится под российской оккупацией. Говорим об этом дальше. Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии ЛЕЛО, бывший посол Грузии в Евросоюзе Саломе Самадашвили присоединяется к нашему эфиру. Саломе Гамарджобе. Здравствуйте. Надеюсь, я не ошибся в произношении. Поздравляем вас с Днем независимости Грузии. Желаем мира и европейского будущего. С каким настроением грузины и грузинки встречают этот праздник сегодня? Настроение сегодня вечером очень хорошее у грузин. У нас была большая демонстрация. Вышло очень много людей на улицу. И было очень ясно, что вечером люди правда празднуют на этот День независимости. А то, что происходило утром, это, конечно, стыд и срам для грузинского государства. И я надеюсь, что это последний раз, когда нас цинично поздравляют с Днем независимости представители российского правящего режима, которые стараются на самом деле отменить суверенитет нашей страны. Так что утром была очень неприятная атмосфера, потому что там тоже пришли демонстранты, и полиция им не давала прийти близко к тому месту, где собрались представители российской мечты правящей партии. И, конечно, было очень стыдно слушать вот все это вранье, которое мы слышали от так называемого премьер-министра. Но было хорошее слово у президента Салами Зурабишули сегодня утром, но, конечно, Кубахидзе тоже обозвал ее изменницей государства на том же параде. Это все было очень-очень стыдно смотреть. Но вечером, когда люди вышли на улицу, и президент тоже обратился с обращением к дипломатам и к сообществу сегодня вечером, она представила свою версию, как нам нужно выходить из этого состояния, свой план на будущее. И я думаю, что сегодня вечером мы все надеемся на то, что этот кошмар, грузинская мечта, что себя назвала на самом деле, это грузинский ужас, я бы думала, я бы сказала, все это уже кончится через несколько месяцев на выборах. А какие главные пункты этого плана, которые озвучила президент Грузии? Ну, президент Грузии, я думаю, что очень верно поставила задачу, что следующие выборы в Грузии, это будет уже референдум. Это не выборы того, какую партию мы выбираем, а выбираем мы европейский путь для этой страны или возвращается Грузия уже под правление России. И она представила свою версию грузинской хартии, которую, я думаю, что к этой хартии присоединятся все проевропейские политические силы в нашей стране. И у нас будет единый фронт на этих выборах. Это не значит, что мы все объединяемся, но мы все объединяемся вокруг плана, что нужно делать после выборов и проводить реформы. И потом уже проводить досрочные выборы уже после того, как мы освободим страну от российского режима, который сейчас управляет страной. И начнем уже переговоры с Евросоюзом. Так что это политический план. Я думаю, что завтра уже будут реакции политических партий. Но я думаю, что большинство присоединится к этой хартии. И мы уже будем готовиться к октябрю, когда мы будем проводить не только выборы, а референдум насчет будущего Грузии. И я думаю, что мы видим, что протест не идет на спад. Очень много людей выходят на улицы каждый день. И сегодня все ждут тоже выборы в октябре, потому что многие люди, которые еще не выходят на улицу сегодня, они не выходят, потому что они знают, что будут выборы, и там у них будет возможность уже свое слово сказать. Так что я думаю, у нас будет трудные несколько месяцев, но, может быть, самые важные месяцы в истории нашей, в современной истории независимого грузинского государства. А слове, которое предстоит сказать грузинам на парламентских выборах, как вы думаете, каким оно будет? Это будет, если следовать словам Зурабишвили о том, что это будет референдумом за европейские, либо за российские пути развития, по какому пути хотят пойти грузины? Я думаю, что выбор будет ясен, потому что режим Иванишвили удерживается у власти вот столько лет, потому что они просто врали людям. То есть там были люди, как я. Я сначала же думала, что Иванишвили никакой западным путем не пойдет, потому что он на самом деле российский олигарх. Но многие люди верили, что так или иначе он был прозападником, может быть, коррумпированным и так далее, но прозападником. А сейчас вот этим российским законом, который он принимает, и вот теми, ну, я бы сказала уже той доктрины, с которой он выступил на последнем митинге, когда он прямо сказал, что Запад — это враг грузинского народа, что войну против Грузии ведет не Россия, они ввела не Россия, а там западная какая-то глобальная партия войны, как он их называет. Я думаю, что уже всем все ясно. А в стране, где 90% выбирают европейское будущее, и на самом деле то, что сплачивает грузин всех политических, я бы думала, политических, может быть, они разные поддерживают политические партии, но что всех сплачивает — это как раз таки сопротивления России. Так что я думаю, что на выборах Иванишвили и его партия ждет очень большое, они не просто проиграют, а просто их ждет очень большой проигрыш, после чего, я думаю, что им просто вообще выжить как политической силе будет очень трудно, не то что остаться у власти. Как, по-вашему, нужно трактовать это заявление премьер-министра о том, что Грузия хочет стать кленом Евросоюза к 2030 году вместе с Южной Осетией и Абхазией. Российские пропагандистские СМИ уже тиражируют информацию о том, что Грузия собирается вернуть Южную Осетию и Абхазию. Как понимать эти слова премьера? Ну, это то же самое вранье, что они продолжают, потому что с такой политической силой власти Грузия никогда не начнет даже переговоры о вступлении в Евросоюз. А так, конечно, в долгосрочной перспективе Грузия, которая будет членом Евросоюза, это будет очень-очень большим плюсом для того, чтобы мы смогли проводить мирные переговоры с оккупированными территориями, потому что люди в этих территориях, я думаю, тоже хотят жить, предпочитают жить в Евросоюзе, чем под российской оккупацией. Но для этого, в первую очередь, нужно, чтобы Грузия стала членом Евросоюза, чтобы мы правда туда двигались. И когда страной управляет партия, которая все делает, чтобы мы никогда не начинали переговоры о вступлении в Евросоюзе, конечно, эти слова – это пустой звон, они ничего не значат ни для грузин и ни для наших соотечественников, которые живут сейчас в оккупированных территориях. О так называемом законе об иноагентах, который одобрил грузинский парламент, верховный представитель ЕС Жозеп Боррель призывал грузинских чиновников принять во внимание рекомендации Венецианской комиссии и отозвать этот скандальный закон. Грузинские чиновники, конкретно представители партии «Грузинская мечта», они, в принципе, слышат, что им говорят в Евросоюзе? Ну, они, конечно, это все слышат, и они слышат и то, что уже вводят санкции против них, и вы знаете, что заявила американская сторона, что санкции уже ведутся, и они очень хорошо понимают, что это все значит. Просто проблема в том, что в большинстве сегодня в парламенте Грузии, то есть в большинстве, которое управляет Иванишвили, у людей нет никакой возможности принимать свои собственные решения. То есть это большинство, которое абсолютно контролируется Иванишвили, у него там информация на всех, их всех могут или там за коррупцией, или там, не знаю, у них есть какие-то скрытые там материалы на них. То есть я думаю, что, наверное, сегодня очень много людей в большинстве, которые хотели бы проголосовать за вето президента Зурабишвили, они бы сами это предпочли, но у них нету такого свободы выбора. Так что я думаю, что завтра начнется процедура уже в парламенте, и у них нету никакого другого пути, чем пересилить вето Зурабишвили и принять этот закон. И вот план, который представил сегодня президент, первым пунктом как раз является то, что уже новый парламент, когда соберется, сменит все те законы, которые мешают Грузии вступить в Евросоюз, в первую очередь как раз этот российский закон, но не только, потому что за последние месяцы много было инициатив управящей партии, которые на самом деле идут против западного будущего нашей страны, и, конечно, новому парламенту придется все эти законы отменять. Но, к сожалению, я думаю, что на этот раз большинство в грузинском парламенте не сможет никакой волю выявить свою страну, и они просто проголосуют так, как им прикажет Иванишвили, а ему этот закон, видимо, очень нужен. Вы упомянули о санкциях от США за этот закон. В Конгресс внесены два законопроекта, которые предусматривают ограничения против лиц, ответственных за принятие этого закона. Как думаете, если бы в грузинской мечте знали о том, что так все обернется, что эти люди могут попасть под санкции, что они могут попасть под американские санкции, пошли бы они на этот шаг принимать этот закон или, возможно, нет? Знаете, сейчас очень трудно вообще понять, что Иванишвили вообще собирался сделать, потому что, ну, есть тоже, может, вы слышали, есть такая теория, что он вообще находится в какой-то странной, не знаю, в странной информационной среде, потому что он, например, думает, что он уже санкцирован. И на самом деле он не был санкцирован, у него просто была личная какая-то, в общем, судебная тяжба с европейским банком одним. И вот есть люди, которые думают, что он просто хотел торговаться насчет своих денег с европейской стороной и с американцами. Я не знаю, сказать по правде это, правда или нет, но если он думал, что он сможет торговаться будущим Грузией, то он очень ошибся, потому что, конечно, никто не собирается с ним ни о чем торговаться. И поэтому Иванишвили, который 12 лет старается, он нанимал очень много консультантов в Вашингтоне, у которых была главная задача задания, это чтобы его не санкцированный. Ну и все это он выбросил на воздух, потому что сегодня он уже, можно сказать, что вот сейчас, конечно, вот стало правдой то, что он думал, что он будет санкцирован. Но не только он, но и другие. А что касается других людей в грузинской мечте, просто вы должны понимать, что их никто ничего не спрашивает. То есть это совершенно централизированная система управления, где один человек все решает, а другим просто отдают приказы, и они эти приказы или исполняют, или их накажут. Так что я вообще не думаю, что у них есть какая-то возможность думать о том, какие будут последствия. И я не исключаю, что многие из них тоже вообще, может быть, думали, у них какая-то была иллюзия, что у Иванишвили есть какой-то план, и что вот все это входит в его план. И я думаю, что сегодня, наверное, многие удивились, что никакого плана нету. И вот этот закон стал, я бы сказала, гильотиной политической для Иванишвили и для его режима. Саломе, спасибо вам большое. Еще раз с праздником, с Днем независимости Грузии, Саломе Самадашвили. Мы говорили с ней о том, с каким настроением грузины и грузинки встречают свой главный национальный праздник, и о заявлениях, которые в этот день были сделаны президентом Грузии Саломе Зурабешвили и премьер-министром Ираклием Кабахидзе. Продолжение следует...